Моё обочтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в группу Росайкли Менеджера 2021 года, в нашу карьеру за Газпром Русвела, и сегодня нас ждёт довольно-таки интересная серия с точки зрения цифр. Для её начала, собственно, я подготовил для вас вот этот вот экранчик, где мы продлеваем в очередной раз контракт с Газпром Русвела, несмотря на то, что нам бельгийский титульный спонсор хотел бы дать на 6 тысяч побольше, а это, поверьте мне, очень-очень много, пока приходится принимать наш любимый Газпром и отправляться на Сан-Себастьян, осознавая, что у нас увеличение бюджета произойдёт всего лишь на 35 тысяч евро в месяц. Вообще, надо будет к следующей карьере сделать условие, что можно менять титульного спонсора, а то, серьёзно, я тут гран-туры выигрываю, они мне 35 штук в месяц всего лишь дают. На это даже детский сад солнышко и то сложно содержать будет. Ну да ладно. Тем временем, у нас, как я уже сказал, Гран-при Сан-Себастьяна, одна из самых престижных классик в ходе этого сезона, и Робби Ларкин и Боб Юнгельс у нас готовятся выполнять сложнейшую работу по карабканью на Мюрджиль Тонторра. Интересное название. И, если честно, то по профилю мне этот подъём напоминает, сейчас надо вспомнить, какую-то из гонок стандартного Цианид Кап, который идёт в одиночной карьере. Вот там точно такой же подъём, только чуть покороче, если я ничего не путаю. Сейчас посмотрим. Пошёл Погачер тем временем, Юнгельс пытается поддержать атаку, и, собственно, от Погачера-то не отстаёт. Вот. И, в принципе, да, мы удержались вместе с ТД Погачером и Давидом Гадю. Нет, кстати говоря, подъём тот же самый. Ну, собственно, это означает лишь одно, что сейчас мы уже будем выкатываться к финишу и разбираться в вопросах борьбы за победу будут ТД Погачер, Давид Гадю и Боб Юнгельс. То есть, ну, в троечке мы сегодня уже должны быть, потому что полминуты вряд ли у нас смогут отыграть наши конкуренты, если, конечно, Погачер и Гадю не бросят бороться. Наконец-то наш капитан не отстаёт на спуске от своих конкурентов, в отличие от Дж.А.Вайна на Тур-де-Франс. Ну и сейчас выходит, вернее, старается хотя бы выйти чуть-чуть вперёд Боб Юнгельс поработать в 85-м темпе, дабы наши оппоненты нас не добрали. Погачер сильно заранее открывает спринт. Так, не получается носить к нему на колесо. Хорошо. Давай попробуем ещё разок. Нет, там уже занято Гадю, значит, мы садимся к нему. Ну да ладно, будем с его колеса спринтовать потихоньку. И открывает спринт уже собственный Гадю. Мы немножечко провафлили этот момент. И в итоге Юнгельс, ну, впритык всё сделал. Но тут банально скорости не хватило Боба. Он занимает второе место. Давид Гадю выигрывает Гранд-премию Сан-Себастьян. Тогда и Погачер становится третьим. Итак, господа, наступил тот самый знаменитый момент, которого все мы так долго ждали. Это период трансферов. Собственно, 1 августа открывается трансферный рынок в мире велоспорта. И, собственно, как вы помните, мы себе выбрали вот этих вот шестерых гавриков для пристального изучения и возможного подписания каждого из них. Собственно, исходя из этого, мы с вами сейчас будем решать, кого мы хотим подписывать. Ну, собственно, я-то уже решил. Потому что мне надо как-то привести эту карьеру к логическому завершению. И я уже знаю, как я это сделаю. И, собственно, для этого у нас с вами сейчас будет подписание вот этого вот молодого человека. То есть Павла Сивакова. Но, разумеется, я должен еще показать людям, как, собственно, происходят трансферные переговоры. Поэтому давайте начнем с конца и переговорим с Эдор Теллофуэрцей. Интересный спринтер, к сожалению, не прокачался с того времени, как я его нашел. Ему 21 год, то есть еще, в принципе, все впереди. Спринтер из Муви Стара. И, собственно, давайте, контакт. У нас открывается вот такое окошко. И мы тут нажимаем открыть с ним переговоры. Это будет нам стоить 5 очков трансферов. Заметьте, не до серов. Эти очки мы уже забыли. Мы все, до 1 августа они у нас роляли. Сейчас у нас очки трансферов. Их ровно 60 сразу же. То есть по 6 там не будет вам добавляться. Их у вас сразу 60. И вы вольны их тратить хоть 1 августа, хоть там до, по-моему, ноября растянуть. Или до октября, я не помню, когда трансфер нахуй заканчивается. По-моему, до ноября все-таки. До первого числа. Ну, до 31 октября получается. Собственно, открываем переговоры. Нам тут подсказка, что точно хотите. Потому что вернуть очки будет нельзя, если у нас будут неудачные переговоры. Конечно, хотим. И так, смотрим. Вот такое окошко. Собственно, сверху мы видим предпочтение. То есть наш клиент, потенциальный наш гонщик, обращает внимание на его роль в команде. То есть запомнили. Он обращает внимание на роль. Дальше. Его интерес. Так как мы проводили переговоры и до 100% довели его интерес к нашей команде, он просто заинтересован максимально. Это идеальная команда для него. И мы сможем выбивать максимально удобные для себя условия. Далее вы видите, собственно, зарплата, длина контракта, роль в команде. А дальше уже то, насколько вот, собственно, гонщик согласен с условиями, либо же, соответственно, не согласен. Но это еще не все. У нас есть правая вкладочка, где у нас есть информация о нашей команде. Собственно, мы видим здесь. Это вкладочка бюджет, если что. Там есть еще райдерс и райдерс андриконтракт. Собственно, нет, вернее, роль и райдерс андриконтракт. Собственно, это нам не особо важно. Смотрим. Тоталь. Это сколько нам спонсор даст на следующий сезон? 245 тысяч евро. Далее райдерс. 183 тысячи. Это те гонщики, которые у нас сейчас в команде есть. Сколько они, собственно, получают? Став сколько получают? Ну, я, собственно, считерил. Я весь наш став не продлил пока что. То есть они еще не получили контракт до 2024 года. И поэтому они здесь указаны как служащие, получающие 0 евро. Дальше мы их продляем. Они тоже будут получать зарплату. Мы уйдем в минус. Но это уже будет не важно, потому что здесь самое главное заиметь какой-никакой бюджет на трансфер. То есть и трансферный бюджет, который у нас составляет 62 тысячи евро. У нас это, ну, по факту, очень маленький бюджет для команды ProTour. Собственно, давайте начнем переговоры. Соответственно, мы должны ему выставить зарплату. Давайте условно оставим 16-8 тысяч евро. Пускай так будет. Далее выставим контракт. Так как он молодой, мы ему поставим длительный контракт, потому что нам это будет более выгодно. И поставим ему роль... Ну, давайте поставим абсолютный спринтер, потому что ему важна роль. То есть мы его поставим, типа, ты будешь самый офигенный. Он такой, да. Сколько там денег? Неважно. Собственно, предлагаем контракт. И вы видите, он почти согласился. Соответственно, ему понравилась длительность контракта, понравилась роль в команде. Но зарплата маловато, как он говорит. Давайте попробуем поднять на 2 тысячи евро. Что он на это скажет? Все еще маловато. Давайте еще на тысячу. Он принимает наш контракт. И, собственно, вот вы видите. Если вот эта шкала стала зеленой, значит, гонщик принял контракт. Далее. Обращаем внимание снова на правую сторону. То есть мы ему пообещали 19-800. У нас остается 42-200. И, соответственно, наш командный индекс никак не меняется. Мы по-режнему остаемся шестыми. Что такое вот командный индекс? Это, собственно, то место, которое мы занимаем среди команд по общему рейтингу. И важно понимать, нам нужно не опуститься ниже 18-го места, потому что с 18-го места уже начинаются команды... Нет, вернее, с 19-го места начинаются команды Кодиниталь Про. Неприятное? Неприятно. Максимально. Поэтому мы закрываем пока что это окошечко. Запомним, что у нас уже есть один трансфер. И, собственно, вот так вот происходит процесс переговоров. Далее. Давайте уже обратимся к тому человеку, которого хочу подписать я. Это Павел Сиваков. 26 лет. Гонщик пока что еще инвес Гренадея. И, ну, собственно, мы начинаем, собственно, переговоры с ним. Нам ничего другого не остается. Опять же, за счет досеров он очень заинтересован в нашей команде, поэтому я надеюсь, что мы себе выбьем хорошие условия. Но, к сожалению, всего три точечки терпения. Это нам, конечно, крылышки очень даже подрубает. Он просит всего лишь однолетний контракт, что мне, конечно, не нравится. Роль, конечно, абсолютный лидер. И, опять же, спотлайт роль. Давай хотя бы на два года, Паш. Давай на два. И с зарплатой, ну, давай, 55600. Давай с такого предложения начнем. Так, ему нравится контракт. Ему нравится роль. Не нравится зарплата пока что. Давай 58600. И опять нет. Если мы ему сейчас предложим хотя бы... Хотя бы 59600. Это все. Это будет единственный наш трансфер. Ну, собственно, давайте дадим наверняка ему 61600. Это все наши деньги, которые у нас есть. Давай тогда сразу трехлетний контракт. На всякий случай предложим. Попробуем так впихнуть. Вдруг согласиться. И предложение. И да. Павел Сиваков соглашается на наше предложение. 62600 евро. У него будет... Его зарплата в месяц. Соответственно, трехлетний контракт. Абсолютный лидер. И это будет наш единственный трансфер в этом году. Но это не помешает мне сделать громкий заголовок для видео. Трансферы. Поверьте мне. Я, та еще и меркательная сволочь, хочу, чтобы у меня ролик, скажем так, немножечко повыше был для вас. Его интерес из-за названия. Вот. Выкрутился. Даже из такой, казалось бы, тупой ситуации по словам. Собственно, закрываем. И далее. Очень важно. Мы еще не подписали гонщика. Еще не подписали. Собственно, даже вот мы можем сейчас зайти в Negations. Собственно, Negations. Не знаю, как это правильно. Собственно, вы видите. Да, у нас есть тут два таких варианта. Сиваков, либо же LoveWare. Кстати говоря, почему-то у Сивакова не высветились его, соответственно, вот эти вот зарплата, длительность контракта и роль. Но, собственно говоря, не мои проблемы. Мы идем сюда. И, собственно, здесь, в письмах, вот в письмах, уже в письмах нам нужно это подтвердить. То есть мы, собственно, переходим вот сюда на Сивакова. Важно, не на LoveWare, потому что мне LoveWare сейчас не так нужен. И вот здесь вот подтверждаем. И Павел Сиваков на следующий сезон становится гонщиком нашей команды. Соответственно, исходя из этого... Так, не сюда зашел. World Transfers. Вот наш состав на следующий сезон. То есть, Анилковский, Сиваков, Юнгельс. В целом, 18 гонщиков. Почему я сам себя за это готов наругать? Потому что я в прошлом сезоне говорил, типа, нам надо 21 гонщик минимум, чтобы было 3 разных состава на гонке. Сейчас я от этого отхожу в угоду тому, что у меня одна из целей на карьеру это выиграть Grand Tour за русский состав. И чтобы у нас, собственно, набирался состав на русский Grand Tour, нам нужно 8 русских гонщиков. И желательно бы одного капитана. Потому что ныть, конечно, Grand Tour не вывезет. Поэтому мы подписали Пашу. Поэтому, собственно, в следующем сезоне мы будем стараться... Ну... Стараться выиграть Grand Tour за наш национальный, скажем так, русский состав. Любимый Grand Tour у Паши Тур де Франц. Но я не думаю, что мы его туда повезем. Я думаю, что мы проедем Джира за него. И если Джира выиграть не получится, то поедем еще и в Уэльду. Чтобы у нас хотя бы 2 попытки было. Поэтому... Вот такой вот я, собственно, человек. Вот такие вот у меня планы на следующий сезон. Давайте отправляться дальше в гонки. На этом трансферы окончены. Вот так вот все быстро. Ну, а после того, как мы закончили, собственно, с самой интересной частью этого видео, мы отправляемся на Тур Польши. Ну, либо же на Гран-при Польши, как здесь написано. И здесь нам предстоит проехать 7 этапов за довольно-таки спорный состав. Конечно, да, здесь есть лучший спринтер недавнего Тур де Франца Танислава Нилковский. Но в остальном, конечно, вы видите, что по именам наш составчик не выглядит прям сверхсильным. Чем это все обусловлено? Да, просто сильные ребята поедут на Уэльду. А Польша с ней пересекается. И, собственно, Произошли какие-то невероятные катаклизмы. Но вы сейчас видите, что группа из 26 гонщиков отъехала от основной группы примерно, этак, минут на 35. С чем это связано, я не знаю. Ну, это просто какая-то максимальная багулина. У нас сейчас только Картузов немножечко отстает от основной группы. Но я думаю, что в лимит времени он впишется. А вот про этих ребят не уверен, потому что этап мы везем довольно-таки быстро. И успеют ли они вписаться, это, конечно, сложный вопрос. Но меня радует, что здесь у нас все наши гонщики, опять же, за исключением Картузова, который хорошо на нас отработал. За 8,5 километров у нас Симона Веласко принимает смену. Далее готовятся Фред Райта и Вячеслав Кузнецов. Ну, а Нилковский сегодня будет, собственно, заканчивать все эти наши усилия. Уже больше 36 минут наше преимущество. Да, у меня, конечно, все еще большущие вопросы, успеют ли остальные гонщики финишировать в лимите времени. Более 37 минут уже. 5 километров тем временем остается до финиша. Райт выходит вперед. Тут же Декенни Квикстеп, тут же снова Вандерпул. Тут не имется ему все еще. Он пытается у Нилковского взять реванш за Тур-де-Франц. Три километра у нас до финиша остается. Райт готовится сдавать смену. Далее Вячеслав Кузнецов открывает спринт. Рановато, как по мне, пошли все-таки Декенник. Нилковский выходит сейчас колеса у Вячеслава Кузнецова. Нилковский против Беннета. Без шансов. Снова Станислав Нилковский выигрывает. Очередной для себя спринтерский этап. Далее Мэтью Вандерпул, Калли Бьюэн и Сэм Беннет. Его Оливейра в итоге 8-й. Вячеслав Кузнецов замкнул десятку сильнейших. Ой, интересная гонка, конечно, была. В итоге, чтобы вы понимали, смогли многие вписаться в лимит времени. Из известных ребят не вписались только Жулиан Ла Филипп и Фабио Якобсен. Но они упали за несколько километров до финиша. У нас же второй этап. Очередной спринтерский. Снова у нас тут небольшой факап. С стартом. Но, как говорится, мы к этому уже люди привыкшие. Здесь, как вы видите, по профилю последних километров. У нас последние, собственно, эти самые километры будут по кругам. То есть в городской среде. И нужно будет догонять отрыв дня на повышенных оборотах. И, как вы видите, нажмутин картузов. В 95-м темпе работает аж за 10 километров до финиша. С единственной целью добрать отрыв дня, у которых преимущество в полминуты держится уже примерно, ну, километров 20-30. Почему? Да потому что здесь очень много поворотов на этой городской трассе. И за счет этого не получается набрать должную скорость, которая позволит использовать преимущество пилотона. Ну, логично, конечно, на поворотах пилотону тяжелее, чем в маленькой группе отрыва. Но вот сейчас, конечно, это уже до безумия доходит. 21 секунда все еще у группы из двух гонщиков. И Андрей Панамарь сейчас возглавляет пилотон. Далее за ним сидят Фретрайт и Станислав Анилковский. Тяжело, тяжело. Не получается догнать, как вы видите. Атакует Бенуа Коснфруа. Есть группа отрыва. Менее четырех километров остается до финиша Панамарь. Ну, вот вы видите, как даже сейчас идет Андрей. Не всегда набирает свою скорость. 99-й темп подключает. Добираем мы еще одного. Из отрыва дня. Но Коснфруа по-прежнему довольно-таки далеко. Сможем ли мы его на финише догнать? Открывается принц Станислав Анилковский. Сейчас они зарубаются с Калибом Юэном. И в итоге, судя по всему, Станислав должен забирать и этот этап. Далее Калиб Юэн и Фретрайт заедут третьим. Зря, конечно, нервничал по поводу отрыва. Но все-таки часто отрыв на подобном профиле выигрывает. Анилковский лидирует в генеральной классификации. Далее Юэн и Вандерпул. Спринтовской классификации также Анилковский лидер на три очка, опережая Калиба Юэна. Этап за номером три. Очередной спринтерский. Последний спринтерский на этом туре Польши. И здесь, скажем так, будет наша последняя попытка за Станислава Анилковского выиграть этап. Ну, плюс-минус. Последний там еще будет один этап, более-менее подходящий по профилю. Но я не знаю, что там у нас в итоге выйдет. И сегодня, как вы видите, у Анилковского, к сожалению, минус один. Это не сулит нам ничего хорошего, потому что когда у нас был минус один на Тур-де-Франс, мы проиграли этап на Елисейских полях. Но сейчас давайте попробуем нарушить эту печальную закономерность. Нажмутин Картузов. Снова у нас развозит основную группу. Далее Андрей Пономарь и Фред Райт. Анилковский сейчас сидит на четвертой позиции в пилотоне. Отрыв дня добрали довольно-таки уверенно. Упал тем временем Том Питкок. Это печальная новость для Ино с Гренадея. Я не помню, был ли он в основной группе, когда мы отъехали на 30 с лишним минут. Но, как говорится, даже если не был, то все равно лишь бы травму не получил, потому что он у них здесь одна из главных надежд на победу на этапах. Итак, Картузов сдает свою смену. Выходит вперед Андрей Пономарь. Сейчас немножечко подзатерли Анилковского. Но Пономарь не сбавляет темпа. Анилковский вернулся сейчас практически уже на колесо к Фреду Райту. Впереди работает Ажиду Зер. Пошла вперед Декенник Квикстеп. Два километра остается до финиша. Открывает спринт Райт. С колеса у него сейчас готовится выходить Анилковский. Открывает спринт из Танислав. Немножечко из глубины приходится спринтовать. И в итоге не успевает накрыть своего соперника, судя по всему, Станислав. Да, Руди Барбье из Израиля. Стартап Нэйшн выигрывает. Далее Анилковский и Арно Демар. Но спринт был красивый, безусловно. Этап за номером 4. И вот здесь уже начнутся основные баталии за генеральную классификацию. Потому что вы видите профиль этого этапа. Кстати говоря, он такой же встречается на туре Сочи. Я примерно знаю, как его ехать. Но за такой вот наш состав, конечно, здесь вряд ли что-то у нас получится интересного выиграть. Ну, собственно, давайте попробуем, что ли. Фред Райт, его Оливейр, Андрей Пономарь, Симона Веласка и Нажбудин Картузов. Сегодня у нас отряжены для попыток борьбы на этом этапе. Но вы видите профиль, как говорится, у Картузова у нас, конечно, неплохие шансы. Но в целом вы видите, что даже он уже устал. Причем устал, на удивление, раньше Пономаря и Веласку. И в итоге поменяли мы немножечко расклады. И капитаном нашим сегодняшним будет Симоне. А его последним развозящим, судя по всему, получится Андрей Пономарь. Потому что, ну, Картузов как-то на удивление на мое раньше заканчивается, нежели Андрей. И, собственно, ну, тяжело нам сейчас начинается, потому что выходит вперед О'Коннор. Как бы вы понимаете, да, уровень оппозиции. Там О'Коннор, Масс. А у нас Нажбудин Картузов, Андрей Пономарь, Симона Веласку. Также его возят вперед в Андерпула. Там и майка чемпиона Колумбии, здесь и Ганн Берналь. Как бы у нас Джей Уайн-то еле справлялся с колумбийским гонщиком Инус Гренади. А здесь у нас Симона Веласку. Как бы... И еще 5 километров до вершины Пелит закончился. Тем временем Станислав и Нилговский. Довольно-таки долго он держался с основной группой. Картузов тоже уже скоро закончится. И у Пономаря силы тем временем практически на исходе. Но мы продолжаем из последних сил уже буквально держаться с этой группкой. Сдает смену Картузов. Пономарь выходит вперед. В 72-м темпе он провезет буквально километрик. Но и то уже будет хорошей помощью для Симоны Веласку. Ну и сейчас Симоны надо попробовать как-нибудь хотя бы в таком темпике дотерпеть. И добраться вот до этой впереди идущей группы. 2 километра остается до вершины. Ну и догоняет потихоньку такое ощущение Веласку впереди идущих. Потому что у них-то явно уже совсем силы закончились судя по их анимации. У Симоны же, ну тоже они уже примерно на исходе. Итак, ну вы видите в какой группе мы сейчас находимся. Веласку, Питкок, Цветков, Нассен и Каспер Асгрен. Как бы не чешная такая компания, не находите? Для не самого сильного гонщика Газпром Русвела. Да, у него сегодня плюс 2, но это ему особо много-то и не дает. Добрались мы в итоге до вершины. И сейчас на спуске я надеюсь, что эти ребята смогут нас неплохо развести. Цветков вышел вперед. Далее у нас Оли Нассен. Я надеюсь, что тоже подключится и Каспер Асгрен. Потому что как мотор это ребята хорошие. И Симоны в принципе может за ними посидеть. На спусках он неплох. Я думаю, что удержится даже в этой группке. Ну а потом на финише попробуем что-нибудь разыграть. Лишь бы они сильно не усердствовали. Только я сказал, и видно сразу по анимации, что Цветков прямо атакует. Так же, как и Оли Нассен. Ну вот зачем вы это делаете, а Ироды? Да, я понимаю, конечно, что вы хотите максимально догнать впереди идущих. Но как бы мы сами закончимся раньше, чем доберемся до последнего подъема. Еще в него надо бы как-нибудь скарабкаться. Там еще позади Панамарь везет Картузова, который немножечко подвосстановился. Тем временем, Инос Гренадия дождались Питкока. И сейчас будут его везти на финишных километрах. Не знаю, сможет ли Питкок, восстановился ли, вернее Питкок, для того, чтобы его везти. Нет, конечно, его сейчас даже Веласко пройдет. А Инос в итоге, ну, судя по всему, просто решили так чисто подождать, а потом побаловаться в догонялке. Не знаю. Так, что-то все совсем зависло. Там, видать, очень и очень фотофиниш. В итоге выиграл Игита, дальше Вау-2нард, Александр Власов, Ричард Карапас. Вандерпул 12-й. В этот раз он переиграл нас, к сожалению. У меня личное, прям уже, знаете, такое противостояние с Мэтью Вандерпулом. Тем временем, Картузов, попробуй поспринтуй. Веласко, ну, доезжай, че уж. Че тут еще можно сказать? Просто доедь до финиша, проиграй как можно меньше времени. Сейчас давайте смотреть, что же у нас в итоге получится в генералке. Но, скорее всего, конечно, все будет довольно-таки печально, потому что я уверен, что кто-то из 26 уезжавших вперед все-таки был в этой группке. И да, Арно Демар сейчас является промежуточным лидером. Далее Мэтью Вандерпул и Питер Сари. У нас в итоге Веласко четвертый, Каспир Разгрин дальше идет пятым, а потом Панамарь и Анилковский. В целом, в целом, кстати говоря, можно себе этот этап в актив даже занести с точки зрения нашего расположения в генеральной классификации. Ну, пятый этап здесь вот как раз-таки тот этап, на котором я говорил, что может быть Анилковский сможет за что-то побороться, но я в этом не уверен. Итак, собственно, сейчас, как вы видите, у нас Андрей Панамарь в особой майке синего цвета. Это майка лучшего молодого гонщика. И, ну, судя по всему, именно ее мы сейчас будем защищать всю оставшуюся гонку наряду со спринтерской майкой Станислава Анилковского. Которая, кстати говоря, почему-то простая белая. Интересно, почему? У него еще текстура лагает. Короче, что-то странное происходит. Ну, по-моему, это все равно спринтерская какая-то там майка. Я не уверен. У нас остается 5 километров до финиша. Наш будин Картузов сейчас разводит Андрея Панамаря. И на его колесе сейчас сидит Станислав Анилковский. С плюс тремя он, конечно, хорошо вынес эту гонку. Сейчас мы пытаемся догнать ушедших вперед Майкла Мэтьюса и Бенна О'Коннера. И если последнего мы смогли догнать, то Мэтьюс пока что имеет 20 с лишним секунд преимущества. Юмбовисма особо не преуспела в догонялках за Мэтьюсом. У него остается километр до финиша. Картузов начинает разгонять нас. Далее Панамарь. Ну и Анилковский пошел по правой бровке. И в итоге сейчас обойти конкурента. Майкл Мэтьюс, судя по тому, что празднует, заберет себе этот этап. Хорошая своевременная атака для Майкла. Далее Мэтью Вандерпул и Станислав Анилковский, опередивший Ваута Ванарта. Очередной подиум для Станислава, но можно было получше проехать этот этап. Я понимаю, признаю, сори. Немножечко не докрутил, конечно. Ладно. Демар по-прежнему лидер. Далее Вандерпул и Сари. Ничего в генералке особо не поменялось. Анилковский по-прежнему лидер спринтерской классификации на 14 очков, обходя Арно Демара. Панамарь лучший молодой, обходя на минуту 38 Абнара Гонсалеса из Мувистара. Что же, этап за номером 6. И здесь нам опять придется тяжело, потому что опять холмистый этап. И здесь, я не знаю, Анилковский вряд ли будет прям удерживаться-удерживаться. Здесь попробуем довести Панамаря. До финишных разборок. Ну, собственно, видите, какой тяжелый профиль. Как много черных градиентов. Из-за этого, скорее всего, Анилковский до финиша не дотерпит. Ну, посмотрим. И в итоге, как вы видите, мы переносимся чуть-чуть вперед. Анилковский все-таки дотерпел до этого момента. Чуть впереди идут наши конкуренты. Но мы сейчас их догоним, потому что пришлось нам ждать. Андрея Панамаря, который умудрился отвалиться на небольшом спуске. Не любит Андрея в спуске, но что уж поделать. Часто теряет позицию там. В итоге Картузов сейчас нас развозит. На финишных километрах. Семь их всего остается до финиша. Далее готовится вступить в бой в Веласку. Но потом Панамарь и Станислав Анилковский попробуют что-то сделать на финише. Если у нас это будет такая возможность. Если, конечно, сейчас никто не начнет атаковать. Но в мощном 65-м темпе развозит Картузов. Всех этих атакующих прям готовится накрывать. Если что. Ну, шучу, конечно. Даже вот сейчас Ланда атакует не самый такой резкий. Именно на холмах. И Картузов в 85-м темпе повышая. Скорость сейчас будет сдавать смену. И будет выходить Симона Веласку. А Нилковского заканчиваются силы, к сожалению. И вряд ли он дотерпит уже до финиша. И, видимо, что Андрей Панамарь у нас будет разбираться. В итоговых разборках хватило бы сил самому Андрею. 2.7 до финиша остается. Веласку сейчас самоотверженно, так скажем, работает на Панамаря. Пошел вперед Берналь. Развозя своего товарища по команде. Ну, не догоним мы уже лидирующих гонщиков. Но попробовать хотя бы чуть-чуть проспринтовать, я думаю, мы должны. С нами здесь еще и Вандерпул. В итоге выигрывает Тиш Бину. Дальше Ваут Ванарт. Майкл Мэтьюс и Ганн Берналь. Микель Ланда, Мэтью Вандерпул, Бинокос Нефруа, Матео Трентин, Симона Веласку и Андрей Панамарь. С нами же, кстати, проехал Абнер Гонсалес. Наш конкурент за майку лучшего молодого гонщика. Неприятно. Лучше бы не ты здесь был, а Станислав Анилковский. Ну, собственно, ладно. В итоге в генеральной классификации Вандерпул становится лидером. Далее Симона Веласку, Андрей Панамарь. Кстати говоря, неплохо. Так ситуация в генерале перевернулась. Анилковский по-прежнему лидер спринтовской классификации. Алиса из Мувистара. Заключительный этап за номером 7 и очередное холмистое испытание. Лучше бы горы были серьезно, потому что на этих холмах тяжелее следить за нашими конкурентами, потому что они постоянно атакуют. Кстати говоря, в красивой розовой маечке такой, я не знаю, розовый это не розовый. У меня в целом природный мужской дальтонизм. В общем, для меня это розовый. В такой красивой розовой маечке лучшего в горной классификации сейчас идет Александр Власов. Ну а мы, собственно, за эту классификацию вообще не борясь, все равно умудрились отстать на 2.50 от основной группы. Почему? Да все очень просто. Они просто невероятный какой-то темп умудряются задавать. Мы же сейчас подбираем осколочки тех, кто отстает от этой самой основной группы. Тут вот Грег Ван Авермант, ну вы понимаете, какой должен быть темп, чтобы экс-олимпийский чемпион, хотя он не экс-олимпийский чемпион, он просто олимпийский чемпион, чтобы олимпийский чемпион, который в Рио такой, в такой тяжелой гонке, я хотел сказать, выдержал и опередил Фульса, чтобы он вот отстал. Вы понимаете, что там должно происходить? Добираем мы также Оливера Нассена. Андрей Панамарь у нас сейчас что-то творит какое-то невероятное действие на этом последнем этапе. Выживает по максимуму, покуда спринтуют наши конкуренты. Андрюха просто ровно доезжает до финиша, чтобы темп особо не западал. И в итоге финиширует 14-м на этом этапе. И, ну, в генералке мы особо просить не должны, благодаря нашим 30 минутам преимущества до этого. Но сейчас посмотрим. Именно за Панамаря я имею в виду. И да, в итоге Мэтью Вандерпул выигрывает. Далее Андрей Панамарь, Питер Сари, Симона Веласко и Станислав Фанилковский также в пятерке. Пардон. Ой. Долбанная болезнь. В спринтерской классификации Вандерпул становится победителем. Далее Александр Власов побеждает в номенции лучшего горного гонщика. Панамарь лучший молодой. Ну, а мы лучшая команда благодаря трем гонщикам в топ-5. Но, к сожалению, мы все равно гонку не выиграли. Ну, да и ладно, выиграем остальные. Следующая серия у нас будет посвящена уже в Уэльте Испании. Обязательно подтягивайтесь. Там будут практически все наши капитаны. Поэтому я уверен, что будет интересно. Ну, а пока спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и информативно, что тоже очень важно. Напомню, что меня звали Николай. Ну, а пока... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok